Да ладно тебе, ладно, все-все-все-все. Этого маленького совенка нашли в 120 километрах от Екатеринбурга. Родные Татьяны Аникиной заметили раненую птицу. Спасать малыша поехали всей семьей. Истощенную сову сразу же отвезли к ветеринару. Оказалось, у нее перелом предплечья и гематомы. Кости удалось собрать. В дальнейшем птице предстоит еще длительная терапия, поскольку перелому сопутствует ряд заболеваний, с которыми нужно справиться в дальнейшем. Предположительно, сову ночью сбила машина, ослепив ярким светом фар. Сейчас ее лечением займется Татьяна. Не зря же они спасали птицу. Теперь за ней нужно тщательно ухаживать. Ведь чтобы косточки крыла срослись, врачи установили аппарат внешней фиксации. Сам аппарат, он железные болты, соединение между ними, то есть там спицы, я так понимаю, что крыла вставлены, он достаточно тяжелый для нее. Хозяйка дала совенку имя – Бука. Сейчас маленькой Буке предстоит целый курс лечения. Но самое главное – питание. Татьяна вспоминает, сначала птица была очень слабая, весила всего 300 граммов. Сама есть не могла, приходилось кормить. Первый день давали куриные сердечки, но потом выяснилось – рацион совы должен обязательно состоять из мяса, шерсти и костей. Поэтому спасателям пришлось переступить через себя. Врач нам подарила двух крыс. Муж у меня разделывал этих крыс, потому что она может только маленькие кусочки пока есть. В процессе разделки понял, как становятся вегетарианцами. В квартире у Татьяны живут две собаки, две шиншиллы, кот и кролик. Нового гостя поселили в собачий бокс. В домик уступил младший питомец – Дикси. Достали этот бокс, Дикси захотела туда зайти. Его туда вытащили, посадили сову. Собака не поняла, что это такое. Ему резко приспичило этим боксом пользоваться. И вот до сих пор он все время ходит кругами вокруг своего бокса. Если после лечения бука сможет летать, совенка отпустят на волю. Шанс на полное выздоровление, говорят врачи, есть, хоть и небольшой. Дарья Трофимова, Интера ТВ.